Еще раз спасибо за ответы по громкости. Еще раз приветствую вас, Любовь Иисуса Христа. Сегодня буду с вами делиться мыслями, которые у меня возникли вчера. Но это не мысли, это какие-то поиски. Вы знаете, иногда готовишься к проповеди и пытаешься рассказать то, что уже знаешь, уже как-то Господь открыл. А сегодня буду делиться поисками и тем, что неизвестно мне до сих пор. И попытаюсь с вами вместе разобраться в таком вопросе, когда не хватает мудрости. Когда ты сам видишь свою полную беспомощность и видишь, что ты не мудрый человек. Не можешь что-то сделать, не можешь правильно реагировать, не можешь правильно планировать, не можешь правильно действовать, не можешь правильно поступать. Потому что не хватает мудрости. И я хотел бы с вами немножко углубиться в этот вопрос мудрости, глупости, глупоты и разума. Как Господь на это все смотрит в своем слове? Интересно, что сейчас мало людей используют слово мудрый человек. Больше людей используют интеллектуал, больше людей используют знающий, больше людей используют еще какие-то слова. Но именно мудрый человек не часто используется. Но я подумал, что это важно нам с вами немножко знать, что означает быть мудрым, как приблизиться к этому состоянию, я мудрый человек. И как познать мудрость Божьей, или не Божью, или обычную мудрость. Я начал смотреть, какие есть рекорды по глупости. Как люди умеют глупо поступать в этом мире. Есть такая, вы знаете, книга рекордов Гиннесса. Так вот, там собраны разные разные удивительные вещи. И я в интернете просто вбил самые большие глупости в книге рекордов Гиннесса. Разные есть результаты, но вот что интересно для меня. Например, был такой человек Лес Стюарт. Он не был чем-то особенным для себя, он не думал, что он чем-то особенным, и решил прославиться не особенными вещами, но такими, как он умел считать, и у него было очень хорошее терпение. И поэтому он в течение 16 лет решил на печатной машинке напечатать слова от одного до одного миллиона. Именно не цифры, а словами. Один, два, три, четыре. По-русски это еще более-менее, но если потом пойдет по-немецки, то там очень много. И так он в конце концов достиг 999 999 1 миллион. В конце концов он дошел до одного миллиона. Этому мужчине, как я сказал, понадобилось 16 лет и 7 месяцев. Он использовал 7 пишущих машин и 1000 рулонов этой ленты, на которой печатают люди. И 19 тысяч 890 листов бумаги. И вот таким образом он потратил... Меня видно. Не видно или не видно? Окей, меня просто оборвало. Таким образом он потратил свои 16 лет. Вы знаете, я подумал, стоит ли это того, чтобы была запись в книге рекордов Винуса, чтобы мы с вами сейчас о нем вспомнили, потратить свои 16 лет. И я думаю, что я не слишком отличаюсь от этого человека, потому что я тоже очень часто трачу в своей жизни свои года впустую. Я трачу на просмотр чего-то, вообще впустую. Очень много времени впустую идет. Хотя, Бог дал нам очень ценный ресурс в это время. Поэтому это глупость. Второе, это еще одна глупость, хотел вам продемонстрировать. В 2007 году Джилл Коби организовал 178 свадеб. Но не простых свадеб, а свадьб собачек. Собачьих бракосочетаний. Участники которых лаяли, гав-гав, то есть дав в ответ на вопрос, готовы ли вы стать мужем и женой. И фотографии к этому событию собрались люди, фотографировали. Представьте, 178 хозяев. Нет, 178 помножить на 2. Столько людей собрались, чтобы это действие отпраздновать. И приехать нужно было. Они не с одного города, а с разных городов. И поэтому, я вот, просто два примера, насколько может человек в своей глупости доходить до таких вещей, что потом думаешь, зачем? Просто из-за того, что у человека очень хорошо развита глупость. Но плохо развита мудрость. Еще дальше примеры, если мы будем идти, это примеры превосходства, например, белой расы. Над чернокожим человеком. Превосходство какой-то арийской рации над другими людьми. И разные-разные. Превосходство того, что сейчас, например, что все должны извиняться перед чернокожными людьми. Тоже свой вывих. Или сейчас тоже популярно среди некоторых людей, что земля плоская. И каждый человек эту глупость доказывает, как что-то мудрое, как что-то очень важное. Он может доказывать для того, что разрывать отношения с тем человеком, с которым бы он раньше никогда бы не разрывал отношения. Так вот, не хватает мудрости. У меня точно не хватает мудрости. И давайте с вами попробуем на такие вопросы сегодня ответить. Что такое мудрость? И как научиться мудро жить? Как научиться мудро говорить? Мудро отвечать? Мудро реагировать? Мудро поступать? Мудро планировать свою жизнь? Мудро действовать? Как вообще быть мудрым человеком? Получается ли это? И можно ли стать мудрым насегда? Очень много о мудрости Господь говорит в притчах. Притча Соломона. Как вы помните, этот человек, который действительно достиг мудрости. И эту мудрость ему дал Господь. Но мы видим из жизни Соломона, что и на Соломона приходит момент, когда мудрость становится мутной. И человек идет на компромиссы. У него, как о нем написано, что он очень любил женщин. Так и написано. Соломон любил женщин. И очень много было женщин, различных цариц. Это было мудро. Создавать браки с соседними государствами. Но было совершенно не мудро идти на компромисс с грехом. А именно, говорить, ну, а что страшного, если я создам условия для моей жены, чтобы она могла свободно изъявлять свое вероисповедание. Я же даю свободу. Я царь мудрый. Поэтому я построю для нее место, где она будет поклоняться своему Богу. Хотя он знает, что единственный Бог, который настоящий Бог, это его Бог. Бог Израиль. И таким образом он настроил в Израиле места поклонения для разных богов и сам начал туда заходить. И немножко поклонял. И из-за этого Бог ему сказал, что Бог заберет от него царство и оставит у него только два скипетра, два колена, которые будут до конца во власти потомков Давида. Поэтому те слова, которые мы с вами сейчас читаем, нужно понимать, что писал очень мудрый человек. Но мудрость, это не означает, что ты всегда будешь мудрый. И у тебя всегда будет все мудро получаться. Давайте прочитаем с вами притчи 3 глава с 13 по 18 стих. Здесь говорится о том, насколько важно в сравнении со всем в мире мудрость. Насколько это ценно. Притчи 3 глава 13 по 18 стиху. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучшее приобретение серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею, с мудростью. Долгоденствие в правой ее руке, а в левой у нее богатство и слава, у мудрости. Пути ее приятны, и все стези ее мирные. Она древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, то есть счастливы, которые сохраняют мудрость. Как вы видите, мудрость драгоценнее, чем серебро, чем золото и драгоценные камни. У меня дети часто играют в пираты, разбойники, все кого-то ловят, все кого-то ищут, находят, и везде у них есть какие-то сокровища. Особенно маленький мой сын любит в это играться. И всегда это сокровище очень ценно. Так вот, мудрость, она ценнее, чем все сокровища, которые так важны для моего маленького сына. И для нас, людей, взрослых, детей, мы понимаем, насколько ценно золото, насколько ценно драгоценные камни. Но мудрость, она важнее и ценнее, потому что, как говорится, в правой руке у нее долгие дни, дни жизни, а в левой руке богатство и слава. На примере Соломона это так и получилось. Он в 40 лет правил и был самым богатым и самым прославленным царем в мире. Я хотел бы с вами немножко сегодня использовать такой научный метод изучения. Мы с вами изучаем, что такое мудрость. И поэтому, для того, чтобы понять, что такое, понять в эксперименте какую-то величину или измерить в эксперименте какую-то величину, ну, например, погоду на улице, нам нужен термометр. Или для того, чтобы узнать, с какой скоростью мы движемся и чтобы нам потом не пришел штраф, нам нужен спидометр. Так вот, для того, чтобы понять, есть и мудрость у нас, нам тоже нужен какой-то прибор, который бы говорил, уровень мудрости проседает или нормально уже повышается, или вообще-то мудрости есть или мудрости нет. И в Библии Бог говорит об этом показателе, есть ли у человека мудрость или нет. Откройте дальше в притчах. В притче 14 глава с 15 стиха по 18. Глупый верит всему, всякому слову, глупый верит всякому слову, что бы ни сказали, благоразумный же внимательен к путям, с вами. Мудрый боится и удаляется от зла. Мудрый не идет там, где зло, не идет с друзьями там, где, ну, не то, не идет на фильмы там, где не то, не идет в компанию там, где неправильно. А глупый, не сказано, что он придерживается хороших компаний, а глупой, не сказано, что он идет в те компании. Глупый раздражителен и самонадеян. Вспыльчивый может сделать глупость, но человек, умышленно делающий зло, ненавистен. Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются в конце концов знанием. Давайте немножко подумаем. Значит, здесь не идет прямое противоставление между мудрым и глупым. Да, 16 стих. Мудрый удаляется от зла, хотелось бы услышать, а глупый не удаляется от зла. Но, слава, он пропускает этот стих, потому что это логическое само-самое понятно. Но, он говорит, почему он идет в злые компании или вообще его притягивает зло. Потому, что изначально глупый, то есть немудрый, раздражителен и самонадеянный. И я подумал, насколько я раздражительный, насколько я самонадеян. Самонадеян это означает, я надеюсь, что я сам знаю, как поступать. Я, в принципе, образованный человек, много чего знаю в какой-то области. и я самонадеянный, я слишком хорошо знаю, как это делать. И раздражаюсь из-за того, что кто-то другой думает не так, как я. И раздражаюсь на других, потому что другие поступают не так, как я хочу. Но корнем этого всего, моей глупости, является то, что я раздражителем и самонадеянный. Этим Библия показывает нам очень хороший инструмент для измерения моей глупости или измерения моей мудрости. Если я раздражаюсь каждый день, если я показываю свое упрямство и свою самонадеянность, значит, я лупый, значит, никакой мудрости нет. Теперь мы имеем с вами прибор для измерения нашей мудрости. Давайте посмотрим, как мы можем пользоваться этим прибором. И что мы можем не просто иметь прибор, и он будет у нас висеть в коробочке, лежать, извините, в коробочке, не распечатанной, но мы должны им постоянно пользоваться и смотреть, какая скорость, смотри, какая температура, если холодно надевать шапку, если быстро едем, немножко уменьшать скорость и так дальше. Так вот, смотрите, ключевое место, наверное, в притчах, 9 глава. 9 глава, с 7 по 9 с начала стих. Это реакция на этот прибор, как мы смотрим на этот прибор и как мы реагируем. Получающий 7 стиха по 9 притче 9 глава, получающий кощунника наживет себе бесславие, обличающий нечестивого пятно себе, не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя, обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Дай настоление мудрому, и он будет еще мудрее, научи праведного, и он приумножить знания. Я хочу вам прочитать из современного, потому что слово кощунник очень старое слово. Оно не используется, я ни разу не слышал от живых людей написанном, в речи не слышал этого слова еще ни разу. Поэтому в современном переводе прочитаю вам тоже 7-9 стих. Если вы укажете гордецу на его неправоту, он будет вас критиковать. Он только смеется над мудростью Господа, а если скажете злому, что он неправ, то он посмеется над вами. Поэтому не укоряй насмешника, он возненавидит тебя за это. Если же мудрого поправишь, он будет тебя уважать. Если ты получаешь мудрого, он станет мудрее. Если учишь хорошего, он станет еще лучше. Смотрите, мудрее человек становится еще мудрее. А человек гордый и человек, который насмехается, почему насмехается? Потому что он самонадеян. Почему я насмехаюсь над другим человеком? Потому что я лучше этого человека. И я себе в голове поставил право над ним преподноситься. Я лучше и я насмехаюсь. И когда мне кто-то будет говорить, что я не прав, я еще этого человека буду критиковать. Но прибор показывает мне, если я готов слушать критику, если я готов слушать замечания, если я эти замечания употребляю в своей жизни, принимаю, слышу хорошо ушами и внимаю этим замечанием, значит моя мудрость увеличивается. Значит я из хорошего становлюсь еще лучше. Я конечно хотел бы этого себе жевать, чтобы когда я слышу какие-то замечания, я к ним прислушиваться и брал их себе на заметку и тогда я мог становиться лучше. Поэтому моя реакция на этот прибор говорит на замечания, которые мне говорят, говорят, моя реакция говорит в каком я положении, или я в положении мудрого и буду становиться лучше, или я как гордец, или я как насмешник, или я как самонадеянный человек и будет постоянно раздражаться. И дальше самое интересное, с чего начинается мудрость? этот стих прекрасно все знаете. И он часто нами цитируется, очень часто в обычной речи. Это 9 глава. Дальше следующий стих. Давайте прочитаем с 10 по 12. Сначала старый перевод прочитаем. Начало мудрости и познание святого это разум. потому что через меня умножаются дни твои, это говорит мудрость, через меня через мудрость умножаются дни твои и прибавится тебе лет жизни. Если ты мудр, то мудр для себя, а если буин, то один потерпишь. Вот это стало мне непонятно, что означает этот последний стих, поэтому я снова открыл современный перевод и вам прочитаю. с 10 по 12 стих почитание Господа не просто страх, а почитание Господа первый шаг к мудрости. Познание святого первый шаг к пониманию. Если ты мудр, то жизнь твоя будет длиннее. Если ты мудр, ты мудр ради себя. Но если ты возгорбился и насмехаешься над людьми, никто кроме тебя не виноват в твоих бедах. Никто не виноват в твоих бедах, которые произойдут с тобой дальше. Мудрость или гордость и насмешивость по отношению к другим людей, это все касается дорогой друг тебя лично. Только ты понесешь ответственность за свой выбор. Или ты делаешь первый шаг к Богу и говоришь я Бога почитаю в своей жизни. Это первый шаг, это не получение мудрости и ты стал мудрым. Это первый шаг к Богу это почитание что Бог это властитель и Господь твоей жизни. только так можно начать приближаться к пониманию что означает мудрость и это первый шаг к познанию Бога к познанию жизни к познанию к тому как действовать как говорить как реагировать как планировать как жить. Яков идет дальше от первого шага он дальше раскрывает эту тему вы тоже это место прекрасно знаете 3 глава Якова послания с 13 по 18 стих мудр ли или разумен кто из вас докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость то не хвалитесь и не лгите на истину это не есть мудрость нисходящая свыше но земная душевная бесовская и да ибо где зависть где сварливость там неустройство и все худое но мудрость нисходящая свыше во-первых чиста потом мирно скромна послушливо полна милосердия и добрых плодов беспристрастно и нелицемерно плод же правды в мире сеется у тех которые хранят мир очень объемный урывок но важно что говорит яков докажи если ты говорит яков разумен докажи это не своему не своей докторской диссертацией не своей карьерой но докажи своим добрым поведением с мудрой кротостью и дальше он в 17 стихе раскрывает какая-то мудрая кротость и она очень я скажу очень-очень перекликается мудрость с любовью божьей мудрость она как грань бога и в другой грани мы видим бога любви еще в другой грани бога мы видим бога милосердия бога справедливости и везде мы открываем какой бог мудрость это одна из черт бога одно из качеств бога которые он говорит я тебе это могу дать и это мудрость мое качество может проявляться в тебе почему здесь каждая мудрость которая нисходящая свыше неземная а дальше якобы недушевная а дальше говорит небесовская он мудрость земную характеризует с каждым разом все хуже и хуже неземная не душевная небесовская но говорит мудрость которая исходит свыше поэтому мы очень часто думаем что быть мудрым это означает быть знающим человеком разбираться во многих вещах и хорошо ответить на какой-то вопрос но бог говорит нет мудрость это когда ты можешь быть в мире когда ты можешь хранить мир и когда ты можешь без зависти без сварливости но иметь чистоту мир скромность быть милосердным и иметь добрые плоды доброта милосердие чистота это является мудростью и давайте подумаем как много меняется в вашей жизни когда вы поступаете по мудрости по вот этой мудрости свыше подумайте немножко может сегодня в вашей жизни ваши поступки которые вы делали по вот такой мудрости нисходящей свыше к чему они привели сейчас а еще сравните с поступками которые были просто по псевдо мудрости когда вы думали я знаю как сделать и к чему эти поступки привели сейчас возьмите ваши действия на протяжении пяти лет десяти лет чтобы вы видели в своей жизни развитие тех заложенных поступков которые были раньше и которые имеете результаты сейчас там где вы доверились богу там где вы первый шаг сделали и сказали я почитаю бога в этом вопросе я хочу поступать по божьему по божьему слову и я не знаю как это сделать я доверяю ему и сделаю и посмотрите к чему это привело сейчас и сравните с тем что вы делали не по божьему и к чему это привело сейчас пускай это будет вам ну немножко для анализа для того чтобы вы задумались как Господь действует когда вы ты поступаешь по его воле как Господь благословляет и дает долгую жизнь в этом вопросе вот так разделить очень разделить вашу жизнь по вопросикам и как Господь благословляет там где вы поступаете по его воле как же найти мудрость мы знаем что мудрость начинается со страха Божия мы знаем что такое Яков пишет что мудрость она заключается в милосердии она заключается в беспристрастности в нелицемерии она полна она послушлива скромна это все мы прочитали в 17 стихе но Яков говорит как получить эту мудрость получается мы не можем сами найти эту мудрость если мы что-то сами находим это душевное земное бесовское говорит слово но Яков в первой главе если вернуться он говорит как получить мудрость давайте прочитаем это Якова первая глава тоже известный стих 5 и 8 стих сначала в обычном переводе в синодальном первая глава с 5 стиха Яков если же у кого из вас не достает мудрости допросит у Бога дающему всем просто и без упреков и дастся им да но допросит с верой немало не сомневаясь потому что сомневающийся подобен морской волне ветром поднимаемую и развиваемую да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях я снова хочу современные чтобы более стали ясные слова и словосочетания 5 стих современный перевод если у кого из вас недостает мудрости недостаточно мудрости то он должен спросить у Бога не просто просить а здесь слово используется и спросить у Бога который щедро дарует людям и не ищет недостатков и Бог даст ему но просить вы должны с верою без всякого сомнения ибо сомневающийся подобен морской волне гонимой ветром и колебаемой сомневающийся думает о двух разных вещах одновременно ими постоянные в своих поступках такой человек не должен думать что получит от Господа что-нибудь я знаю я знаю что мне достает мудрости очень много я часто раздражаюсь и я знаю что мне нужна мудрость я я я сделал первый шаг я почитаю Бога и вы многие кто меня сейчас слушает тоже сделали первый шаг вы почитаете Бога вы хотите покориться Богу своей жизни но нам не хватает и мне не хватает веры мне не хватает что Бог дает мне в этом вопросе даст мне мудрость поступать по его воле и Яков говорит нужно не просто просить а быть постоянным в этом и спросить в конце у Бога мудрости в тех вопросах которые нам нужны я не говорю о глобальной какой-то мудрости я говорю о наших обычных жизненных эпизодах каждый день там где нам не хватает мудрости на работе в семье с женой с мужем с детьми мне не хватает мудрости на улице в машине когда я еду я везде чувствую что раздражение и особенно сейчас в это время когда многие уже устали а от усталости люди раздражаются еще больше и поэтому Яков говорит Бог дарует щедро Он не смотрит на наши недостатки Он не смотрит достиг я не достиг я совершенства очень хорошие прекрасные или я обычный плохой грешник Он дает поверить надо просто сказать Боже Я нуждаюсь тебе Я нуждаюсь в твоем качестве мудрости Я нуждаюсь в том чтобы я не раздражался Я нуждаюсь в том чтобы я не был самонадеян но я надеялся на тебя Господи Я вам покажу сейчас из слова Божьего что мудрость Бог дает и использует ее удивительным образом Есть такой пример для меня очень яркий что Бог наделяет мудрость у человека Это пример из старого завета когда Моисей и народ строили скини и нужен был мастер который очень хорошо бы делал ткани хорошо бы делал жертвенники золота разные разные вещи и нужны были знания и умения этого человека это исход 31 глава Бог говорит об этом человеке его звали Веселиил 31 глава 1 стих И сказал Господь Моисею говоря Смотри Я назначаю именно Веселиила сына Уриева сына Орова из колена Иудина Я исполнил его Духом Божьим мудростью разумением ведением и всяким искусством работать из золота работать из серебра и меди резать камни для вставляния и резать дерево для всякого дела Я наделил его Я не сомневаюсь этот человек работал он учился но Бог наделил его вот этим разумением как все делать и это он наделил Духом Божьим чтобы это все делать Если мы в своей жизни не приглашаем Бога в свое сердце Если Я не приглашу я не скажу Боже Я тебя почитаю Я хочу чтобы Духом своим ты был в моей жизни гарантированно не будет Божьей мудрости Не будет мудрости у человека который нискори свыше А если не будет мудрости мы как с вами читали в самом начале не будет всего того что мудрость держит в правой и в левой руке Ни долголетия ни богатства ни благословения бог дает человеку через мудрость и благословляет его когда человек познает Бога и преклоняется перед ним я не говорю о том что как есть такие мысли как называется Евангелие благополучие по-моему называется или богословие благополучие что гарантированно когда человек познает Бога гарантированно у него будет очень успешный бизнес у него очень будет успешное хорошее материальное благосостояние я говорю о том что мудрость приносит человеку порядок жизни мудрость принесла июлу порядок жизни в чем в том что он познал Бога еще больше когда прошел через очень сложные испытания когда все его дети погибли когда жена от него отказалась когда весь город в котором он жил и который его очень почитал все его отбросили и когда он очень страдал долгое время болезни но именно мудрость то что он почитал Бога и он сказал никогда я против Бога ничего не скажу эта мудрость привела его к встрече с Богом и в конце Иов сказал раньше я только слышал а теперь я знаю поэтому дальше в 35 главе Моисей уже говорит об этом человеке больше раскрывает что ему Бог сказал и сказал еще раз повторю для вас исход 35 глава с 30 стиха что говорит Моисей народу про этого веселила и сказал Моисей сынам Израилевым смотрите Господь назначил именно веселила сына Урия сына Ора из колена Иудина и исполнил его духом Божьим мудростью разумением ведением и всяким искусством составлять искусственные ткани и работать золото серебра и меди и резать камни резать дерево делать всякую художественную работу и способность почему я читаю это место и способность учить других вложил в его сердце он исполнил сердце их мудростью тех людей которые этот Висалиил научил и они делали то же самое за ним все вещи которые Господь вложил в Висалиила он научил его и других учить поэтому я хочу обратиться ко всем кто думает что только своим умом своими знаниями умениями вы можете достичь чего-то там где вы стараетесь не обманывайтесь не обманывайтесь потому что это не та мудрость Господь дает и умение Господь дает умение чинить Господь дает умение штукатурить Господь дает умение работать за компьютером что-то изобретать господь дает умение писать и и сочинять господь дает умение работать с детьми господь дает умение воспитывать детей и учить господь дает это все и если вы хотите я очень хочу для себя и для вас очень хочу чтобы познали божью любовь и познали бога со стороны мудрости чтобы каждый день просили блога тайны мудрости не хватает я хочу в этом вопросе больше больше мудрости тебе учи меня наставляя меня давай мне замечание чтобы я бывшим мудрым становился еще мудрее чтобы я имея знания еще больше прием приумножал эти знания потому что только господь может вскрывать во мне все то что меня раздражает все то где я являюсь самонадеянным человеком который говорит так принципе я все знаю вот так давайте дальше что происходит с человеком который поступает вот так вот я все знаю и не слушает голоса мудрости что с этим человеком в конце концов может произойти это предупреждение библия нам говорит что произойдет с человеком который не не захотел слушаться мудрости плечах мудрость часто сравнивается с женщиной и глупость если вы будете считать что молодой человек увидел женщину и пошел к ней глупость тоже ассоциируется женщиной потому что если подставить что глупый человек накинулся на то что бог запрещает это как глупость поэтому давайте в этом контексте смотреть этот урывок которые сейчас прочитаю притча пятая глава как человек откинул мудрость пить притчи пятая глава с 8 по 14 стих что происходит человеком когда он откидывает мудрость держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома и женщина когда ты поступаешь глупо чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю чтобы не насыщаться силы не насыщались не пользовались тобой другие чтобы ты не работал на других и труды твои не были для чужого дома а ты остался с ни с чем и ты будешь стонать после ты пошел за глупостью ты откинул болью мудрость ты откинул почитание бога ты решил жить по-своему ты решил идти по самонадеянному своему пути и 11 стих и ты будешь стонать после когда твоя плоть и тело твое будут истощены и скажешь зачем я ненавидел наставление зачем я ненавидел наставление и сердце мое пренебрегала откидывала обличение замечание и я не слушал голоса учителей моих не преклонял ухо к наставлениям мои к наставникам моим едва не впал я во всякое злое зло среди собрания и общества это еще говорит тот человек который едва не впал он еще не упал но он понимает почему я не прислушивался почему я не говорил я не буду этого слушать я не хочу потому что я сам знаю как поступать вот к чему приводит что у человека можно сказать почти крав жизни он говорит я во всякое зло чуть не вляпался я не вляпался чуть в зло среди собрания и общества среди всех людей я бы ну по нашему сейчас я чуть не попал в тюрьму потому что я откидывал наставление дорогие мои это очень важно понимать вы сейчас какое у вас настроение какое у меня настроение когда меня кто-то обличает как я реагирую когда мне кто-то говорит замечание или что-то говорит раздражаясь ли я и говорю что ты мне долго что ты мне вообще говоришь я сам знаю в конце разрушенная жизнь вот такая вот мудрость которую человек думает что он имеет она является подделка почему я как говорит бисовская дьявол подделок он не может ничего делать истинным он говорит вот смотрите какая мудрость это этот плод он до знаний самого начала это писавская мудрость которая является просто подделкой и обмана и что происходит когда человек кажется успешным когда человек сам в своих глазах много чего сделал достиг успеха что происходит тоже есть пример библии очень хорошие это пророки языки 228 глава пример успешного человека с подделкой языки 28 глава с 1 стиха бог говорит к языке и было ко мне слово господне сын человеческий скажи начальствующему в тире то есть царю тира торговый город так говорит господь бог за то что вознесло сердце твоем и ты говоришь я бог восседаю наседалище божьем в сердце морей и будучи человеком они богом ставишь ум твой наравне с умом божьим вот ты премудрее даниила нет тайны сокрытая тебя твоей мудростью твоим разумом ты приобрел себе богатство и в сокровищнице твоей собрал золото и серебро больше большую мудростью твоей посредством торговли твоей ты умножил богатство твою и ум твой возгорбился богатством твоим давайте остановимся описание очень успешного правителя который не растратил свое царство который приумножил царство он знание его похоже на знание современника даниила насколько он мудрость здесь приводится пример и нет тайны сокрытая тебя говорит бог про него вот такой успешный человек вот так человек в своем пике может себя оценивать я сам это все сделал я достиг я самонадеянный человек я гордый человек человек такого про себя конечно не будет говорить но библия говорит про этого человека что он гордый самонадеянный и самое главное он не признал бога своими и вот чтобы говорить дальше шестом стихе зато так говорит господь бог так как так как ты ум твой ставишь на уровне с умом божьим вот я приведу на тебя иноземцев лютейших из народов и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой и не заведут тебя в могилу и умрешь в сердце морей смертью убитых скажешь ли тогда пред твоим убийцам я бог тогда как в руке поражающего тебя ты будешь человек а не бог ты умрешь от руки иноземцев смертью не обрезаны ибо я сказал это говорит бог бог не допускает несправедливости и с этим царем произошло именно то что бог сказал пришел мне кажется я могу ошибиться царь македонский и сравнял тир и больше тира не было а это было одно из самых крупнейших островных государств по торговле мира через него пересекались все торговые пути все кораблики плавали через тир и он забирал себе какой-то процент налога и на этом рост и вот бог говорит ты сказал что у тебя ум бога ты не прославил бога за то что ты имеешь ты не начал первый шаг мудрость познание бога ты не начал свою жизнь а ты решил жизнь свою строить сам и очень часто вы знаете я думаю что мы попадаем в эту ловушку когда в определенном моменте мы говорим ну я бога почитаю но здесь то я я же разбираюсь здесь то я ну сам смогу все сделать бога я знаю я была слушаюсь я верующий я верю в бога но но здесь ну зачем здесь же ну я знаю я не был здесь не надо ну ну как там чинить мотор ну причем тут бог но через пример веселила бог показывает знания в умениях наш наших это все от бога и я если я воспринимаю что я хорошо учусь и это все благодаря моей усидчивости терпению моим знанием моим талантом и это все благодаря мне я потерплю вот такой вот крах который потерпел царь тиран бог скажет какой же у тебя ум когда она придет на тебя придет беда и эта беда будет на сама собой это беда я тебя на тебя пошлю чтобы ты познал наконец какой бог не играется с нами бог не допустит того чтобы его слава была уменьшена и чтобы кто-то в этом мире говорил сам себе я все знаю я в этом вопросе лучше всех бог не допустит этого потому что он справедливый бог и только бог правит этим миром не мы будет ли такой путь успешным и мудры с псевдо или сперси псевдо мудростью или как я сказал все до подделкой на подделанной мудростью в колоссянов павел открывает тоже и дальше не только первый шаг не только как яков открыл что такое мудрость открывает дальше и лежит мудрость и она мы об этом уже сказали с вами что это одна из грани бога она из одной из качеств бога но давайте прочитаем колоссянов 2 глава со 2 по 3 стих дабы он пишет это все павел и он претерпевает очень многие вещи в своей жизни для чего в отношении колоссян дабы утешивать сердца их соединенные в любви для всякого богатства совершает совершенного разумения для познания тайны бога и отца христа в котором во христе сокрыты все сокровища премудрости и ведения я хочу обратить ваше внимание здесь на слово все в котором иисусе христе сокрыты все сокровища при мудрости и вере не просто мудрость а еще выше премудрость то есть еще уровень выше поэтому господь говорит если ты хочешь познавать меня только во мне в иисусе христе не знаниях не в познании создателя не в познании вечного бога но только в отношениях с иисусом христом ты можешь познавать премудрость современном переводе это звучит так а в нем заключены все сокровища мудрости и познания дорогие мои друзья это касается и меня и вас если вы хотите и когда вы хотите познавать бога и мудрость знаете что только в иисусе христе мудрость заключается только в познании иисуса христа заключается если я свои жизни не ставлю отношения с иисусом христом на первое место а он параллельно или он на втором плане а может он вообще за сценой моей жизни то не не смогу я надеяться что в моей жизни будут изменения я буду улучшаться я буду становиться лучше только познавая иисуса христа имея живые отношения с богом я могу иметь гарантию на то что я буду познавать мудрость боль можно ли стать мудрым поступках словах эмоциях без веры в бога как вы понимаете уже из слов павла в колоссяных нет не можно но павел дальше это говорит в первом послании коринфянам первая глава он сравнивает псевдомудрость подделку как говорит яков душевную земную бесовскую мудрость с мудростью божьей и что человек который познал он уже не возвращается туда он идет дальше когда человек который познал иисуса он же еще дальше и дальше идет познание мудрости божьей но человек который не познал иисус он не может этого понять он не понимает каким образом можно покориться богу почитать бога иметь отношение с иисусом и в то же самое время искать мудрости у него своя мудрость он говорит да я сам знаю да вот этот мир это все уже объяснил да здесь ну вы что да как можно верить в бога да как можно поклоняться перед богом это уже все архаика какая-то первое послание коринфянам 1 глава 18 стих проповедь проповедь о распятом глупость для тех кто идет путем погибели а для нас ищущий путей путем спасе идущих путем спасения это божья сила проповедь о распятом для нас это божья сила ведь в писании сказано погублю мудрых мудрость мудрых и разум разумных отвергну и где тут мудрец где тут знаток где теперь мыслитель этого века разве бог не явил всю глупость мудрости этого мира глупость мудрости этого мира поскольку как замыслил свои мудрости бог мир своей мудростью не познал бога он пожелал спасти верующих глупостью благ благой вести ивангелие глупостью имеется ввиду что для людей глупость это иисус это его смерть это его воскресение его страдания вечная жизнь план спасения и для многих людей это глупость зачем это все верить так бог решил этим всем спасти нас чтобы человек имел доступ к божьей мудрости и каждый день мог просить бога дай мне мудрости в этом вопросе чтобы я был добр чтобы я поступал по любви чтобы я был милосерден милосерден нелицеприятен и мог все больше и больше отражать твою мудрость своей жизни новый уровень мудрости который павел открывает в том же самом послании коринфянам только в следующей главе он говорит первое послание коринфянам 2 глава 14 стив природный человек не принимает того что исходит от духа ведь для него это глупость и он не способен этого познать потому что об этом можно судить только посредством духа мудрость божья может можно понимать только когда в вашем сердце моем сердце находится живой бог а духовный человек судит обо всем но о нем судить никто не может потому что сказано в писании кто познал разум господа кто познал разум бог господа и мог бы дать ему совет у нас сразу христа господь открывается и дает возможность его познавать только когда мы делаем первый шаг почитание бога и второй шаг когда мы устанавливаем живые постоянные отношения с иисусом христом возвращаясь к тому чего я начинал разобраться что такое мудрость но немножко мы с вами разобрались попробовали что означает мудрость какой первый шаг и в яхаре говорит господь что означает мы с вами немножко разобрали насколько ценна мудрость жизнь человека насколько важно не земная мудрость что я сам знаю а божья мудрость которую он дает от себя но я так и после этого чтения так и не смог для себя понять как правильно говорить как правильно отвечать как правильно реагировать как правильно поступать планировать потому что я думаю нету универсального ключа на нет универсального ответа каждый человек и вы я каждый день мы должны по слову божьему в якове просить господи дай мне мудрости не сомневаться дай мне мудрости чтобы вот в этом деле которое мне предстоит я правильно ответил дай мне мудрости вот в разговоре чтобы я правильно с реагировал потому что мы не можем накачаться мудростью один раз на все наши дни мы можем идти и мы можем постоянно просить у бога мудрости чтобы он давал нам чтобы каждый день мы могли говорить более хочу с тобой планировать мою жизнь я хочу чтобы в конце я не хвалял своих за голову и не говорил боже почему я не слушал тех кто мне давал замечание почему я не слушал моих родителей почему я не слушал моих учителей и наставников и моих друзей почему я столько натворил что теперь не могу с этим справиться но самое важное что сегодня я и для себя открыл и хотел с вами тоже в этом поговорить что индикатором этим прибором того что я не мудр это является моя раздражительность и самонадея если я очень часто раздражаюсь и любое событие любой человек вокруг доставляет мне раздражение и я думаю что я лучше чем он я вам скажу что я на пути глупости если вы себе это заметите знаете что это глупость это глупость которая может потом разрушить вашу жизнь мудрость я немножко подведу итоги мудрость это соответствие что-то мудрость мудрость это соответствие моей жизни божьему слов когда я сказал первый шаг почитать бога я иду дальше и моя жизнь соответствует божьему слову если моя жизнь не соответствует божьему слову если моя жизнь не соответствует богу я не имею мудрость дает только бог и он является источником 3 мудрость не может не невозможно получить в один раз и навсегда мудрости на становится мудрее знаниях мы становимся лучше 4 человек растет в познании бога когда я расту познание бога у меня отношения меняется тогда автоматически мне растет мудрость катая если я кажусь себе мудрым и сам говорю себе я уже мудр я уже поступаю такой путь ведет к краху когда я буду как как вы хвататься за голову горит что я наделал 5 мудрость без преклонения перед богом это подделка шестое раздражитель показатель что нету мудрость и последнее реакция на замечание реакция на критику реакция на воспитание у детей показывает уровень мудрости у детей и подростков и взрослых людей я желаю вам желание чтобы мы возрастали в мудрости может чтобы мы стремились каждый день познавать бога познавать себя и возрастать аминь